Я обычно проводить образ, бегу на речной вокзал, потому что сегодня 1 мая, сегодня открывается речной порт, где можно будет доблыть в Таушевский монастырь. Еще я поняла одну вещь из прошлого влога, потому что я практически там ничего не говорила и ничего не объясняла, а только показывала какие-то места, красивые кадры. Пробую справиться. Этот влог также планируется насыщенным. Я устраиваю Любе и Юлю сюрприз. Я купила нам билеты в Москву. У меня сейчас огромная задача заполучить их паспорта, ну или как минимум быть уверенной, что они возьмут их. Насчет Любы я не сомневаюсь, потому что она всегда с паспортом. А вот с Юлей придется, так сказать, строить некоторые махинации. Я придумала, что мы идем рано-рано утром с ней на фотосессию. И также, что я покупаю ей страховку от клещей, и поэтому нужен ее паспорт. Она вроде как ничего не заподозрила. Но, в общем-то, будем надеяться. Есть еще прекрасная фан история о том, что почему-то я запланировала книжный клуб на 6 мая. И я поняла, что я не смогу его провести, потому что буду в Москве. Дулю спрашивает меня. Если бы ко мне пришли прямо сейчас, сказали, что я выиграла поездку, то поехала ли бы я за границу куда-то? Я бы сказала, да. Юля не оценила. А ты бы не поехала. Там в условиях было, никому нельзя говорить об этом. А, нельзя рассказать никому, что ты уедешь. Я бы рассказала, куда бы прилетела уже туда. Нет, нельзя. Ты просто берешь и уезжаешь. Ты рубишь и сама корню. Ты просто начинаешь съесть. Ну, просто берешь и уезжаешь от людей. Ну, если бы мне сказали, типа, геленджик. Какой геленджик? Я бы задумалась. Он там ни на ту низ. А если бы тебе предложили Канаду? И так бросить всех и уехать? Ну, да. Ну, нет. Вообще никогда нельзя говорить. Меня же тогда искать будут. Я буду без вести пропавшей. Да? Ты будешь без вести пропавшей? Без вести пропавшей. Тебе сразу я сказала, нельзя никому говорить об этом. А, так я думаю, что ты уезжаешь и все. Я думала, нельзя сказать момент и сейчас, а дальше можно. Нет. Ну, нет. Вы же бы волновались тогда. А так, даже если бы было, можно сказать, ты что, все равно бы поехала? Я бы уехала и сказала, да, что я вывела эту поездку, но там нельзя было рассказывать. То, что бы за меня не порадовалась. Я в своей жизни вообще ничего не выигрывала никогда. Когда? Я бы не уехала. Я бы уехала. Ну, если бы мне предложили страны Азии. И чтобы там все было оплачено. Потому что мы с тобой разные. Мы с тобой разные. Ты не поймала. Сидимся. Юля кофе, а я чай. Ну что ж, мы приехали обратно к Юле. По плану встретиться с Викой. Где-то покушать. Мы просто целый день где-то едим. На самом деле забавно, потому что... Будет сохнуть. Потому что мы приехали на Томку, поели, чуть-чуть прогулялись, посидели там и уехали. Вот. Сейчас будем выкидывать мусор. Там где-то Юля. Потому что она его копит годами. И затем мы его всей компанией выносим. Погода какая-то серая. Такая немного унылая. Если честно хочется сильно спать. В целом ничего не делать. Вот. Но... Вроде как все мы хотим посмотреть салют. Поэтому... Надеюсь, что распогодится и не будет дождя. В целом приятно. Возьми. То-как. Возьми. проверки моей кожи, и у них есть побочные эффекты. Это огромная сухость кожи лица. И просто чтобы вы понимали, я ак-змеюка, про губы вообще молчу, это постоянная сухость. Но кожа шеи улучшается, кожа лица тоже улучшается, и тело, и грудные клетки, и в целом. Я очень рада, но это, конечно, меня убивает, это очень тяжело и больно. Мне их пить год. Пока что я пью их на максимальной дозе. Максимальная доза у меня. Да, стараюсь в этом видео побольше объяснять. Сейчас пойду в душ, собираюсь на встречу с подружкой, с подружкой Алиной. Если она разрешит, то я чего-нибудь позаписываю в планах. Просто поболтать, попить кофе. Теперь можно кофе. Я могу пить не три чашки в месяц. Но это так странно, я не привыкла пить кофе. Точнее, отвыкла за предыдущий месяц. Я вообще не пила его практически. Ну, вот три-четыре раза за месяц. А сейчас мне не хочется уже. В общем, что-то такое странное. Все, пошла собираться, а то не хочется опаздывать. А я хочу пить не три чашки. Нет, не кофе. А, нет, не, не надо кофе, надо вскоре. Нет? Да. Да. Сейчас ко мне Люба подошла, что-то спросила, я не слышала, что. И такая, да, а что ты спросила? Ну, часа 5.30. Помогите, ой. В нашем сюрпризе очень долго не будет еды. Вот, поэтому... Ну, просто, блин. Заранее. Люба встала в 4 утра. Я поняла, сколько встала в 1 утра. А я видео записываю. Юра думает, что я сама с тобой говорю, сумасшедшая. Просто сижу тут. И поэтому наша прекрасная, добрая хозяйка... Кофеёчек. Кофеёчек. Магара был, потому что это за величину. Вот. Набор поездной. Кофе горяченький. Книжка. Паспорт. Правда, и наушники, чтобы телефон не садился. Самое важное, без чего не нельзя ездить в поезде. Жвачка. Стехиона. Сбитие. Люба тут ломает. Сука. Мне весело. Сука. Рядом. Рядом. Приехали в Москву. Мы уже успели покушать. Немножечко мы тут полежали на дорожке, потому что у кого-то укатился лак под эту будку. Пока что все идет не по тому плану, который я наметила. Мне очень хотелось ходить здесь в велокафе, который называется Салют, но там постоянно занято. В итоге мы зашли в какое-то, не знаю, обычное кафе, называется Одесса. Прикольно, но это такое, мне кажется, заведение больше для взрослых. Но там очень классный персонал, очень-очень нехорошая ПВМ. Но мы же эстетик-дром, и поэтому хотелось посидеть в какой-то атмосферной кофейне. Вот. Сейчас заказали кофе, потому что очень холодно, на улице 8 градусов. Вообще какая-то непривычная, ненормальная погода. Поэтому я даже думаю здесь где-нибудь купить себе перчатки и, возможно, шарф, потому что, ну, очень холодно, очень холодно. Ах, лепота, красота. 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 Сама упала, тебе купила? Тено покормить, эти пидорасы, блять, на меня не напали. Сколько времени мне покремли? Да, ты я. Сопли, аж выкопли. Спасибо. Конечно, у нее-то никакие Маруси не шастались. Люди на чашку сели голуби, в кадры ставлю. Ты просто зачарована. Действительно. Мне надо было спить песню. Все, в секунду. Все, кролики бы прибежали. Бобры. Несет свой дружеский чай. Чай, индийский чай, грузинский чай. Мы любим как чай. Чай окажется на вас. А вы что скажете по поводу вашего напитка? У меня отличный напиток со вкусом рыбы. Рекомендую, очень вкусно. Мочи осла. Моча осла. Мы уже не надеялись, но дошли в Пушкинский музей. На самом деле, были в полной уверенности, что музей закрыт. Оцениваем уровень глаз. Очень сильный ветер. Из-за этого очень сильно сушат глаза. Купили экскурсию для всего музея. Я здесь первый раз. Девочки тоже. Надеемся, что очень понравится. Сейчас вот сижу, встаю, жду их. Убежали. Просто какой-то невероятный зал. Он находится вверху. Это Италия. Внизу мне тоже больше всего понравилась итальянская живопись. И это зал неописуемой красоты. Я хожу с открытым ртом. И даже если я устала, эмоции, которые я испытываю в этом зале, они какие-то невероятные. Мы закончились с выставкой. Устали. Идут вот женщины. И мы начали с постоянной выставки. Если честно, то я вначале очень сильно раздорвалась. Потому что, я не знаю, картины казались пустыми. Эмоций я на них не видела. И мне даже не хотелось читать названия, высматривать автора и останавливаться. Но как только мы перешли к Италии. Чувства обострились. Я начала тормозить. Начала фотографировать. Наполнились. Нафотографировались. Много мышц. Хочется обдумать и дальше уже поделиться. Какое-то невероятное место, если честно. Мне здесь очень нравится. Это просто как будто бы огромный светлый ворсал. Не знаю. Здесь есть кафе. Кофейни. Офисы. Огромное желание сюда приехать еще раз и просто поработать. Ресторан, туалет, галерея, кинотеатр. И все это удивительно светлое. И очень красиво, и очень просторно, и очень надежно. Не знаю. Я в огромном шоке, под огромными впечатлениями. Тут еще есть книжный магазин и библиотека. Женский взгляд. Архитектура, фотография, кино, искусство. Приехали, и кажется, у нас уже что-то нервное. Мы устали. Красные, плотные. Просто хочется лечь и лежать. Приехали к Любави Великая. Закупились всяким для шашлыка. Грибочки взяли. И сейчас идем сзади концерта. Любовь мне выдала униформу. Обожаю. Обожаю приезжать Великое. Тихо. Ходишь в своих колошах. Никому не мешаешь. Никого не трогаешь. Тебя тут никто не знает. Я вообще обожаю приезжать в чужой город и делать там что угодно. Потому что всем наплевать. И тебя никто не знает в этом городе. Поэтому я в целом и так себя веду, как мне хочется в Ярославле. Но в других городах это делать особенно приятно. Мы сейчас были в Любави. Мы решили не ждать. А в том, что ей заказать такси до дома. Что-то такая розовая. И заказали. Я сплю всю дорогу. Ну, переезжаю. Вестись Юли. И оказываемся в Ростове. В Ростове на улице Гоголя. Оказывается, не нашелся адрес в Ярославле. И теперь мы из Ростова вызвали такси в Ярославле. Ну, это же. Поехали специально, чтобы уехать пораньше и успеть все дела доделать. Да, и вот так застыд. Не может быть. Ты славь и стакан, на меня не может быть. Не может быть. Ты славь и стакан, на меня не может быть. Вы держитесь на моих ногах, девочки. Напишу такой вопрос. Ну, а как это делать? Так, что ли? Извините, поза года, я считаю. Блин, ты можешь сфотографировать, как я сижу, пожалуйста? Ладно, напишу так. Сегодня случился импровизированный пикник в парке на нефтянике. Из подручных средств у нас огурчики, помидорчики, сырынка. Белый цвет. Я потом вставлю картинку, как я сижу. Чтобы вы понимали. Абрикосы. И шпроты. И килька в томатах в соусе. Ну, шик. Ну, шик, я считаю. Ой. Сочно. В парке играет музыка. Радио 7. Шик. . Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok